В Украине начали прием заявок на биометрические паспорта. В Запорожской области точек доступа к этому сервису будет 8. Об этом заявил начальник управления Государственной миграционной службы Украины в Запорожской области Александр Харина. Чем отличаются новые паспорта от обычных в материале наших корреспондентов? Главное отличие биометрического паспорта от обычного – встроенный электронный чип с информацией. Кроме основных данных, там содержатся еще отпечатки пальцев. Благодаря этому подделать загранпаспорт практически невозможно, как и использовать украденные документы. Когда данные о владельце окажутся в базе данных посольств, при наличии соответствующего разрешения пересекать границу с большинством стран Европы можно будет без визы. Это на сегодняшний день возможное и единственное преимущество. Паспорта, которые выданы до 31 декабря 2014 года, они остаются легитимными для открытия любых виз, для любых поездок и на весь срок их действия. Оформлять обычный загранпаспорт или биометрический можно пока на выбор владельца. Обязательно теперь придется делать биометрический паспорт для пересечения границы несовершеннолетними. Несколько изменились сроки и стоимость. Сроки оформления теперь у нас несрочный загранпаспорт изготовляется в течение 20, но уточняю, рабочих дней. Стоимость нового загранпаспорта будет в несрочном режиме 518 гривен 15 копеек. Завершить установку оборудования для производства биометрических паспортов в области планируют к 15 января. Испытали в тестовом режиме, выяснилось, надо менять блок спутниковой связи, сыплет картинка. Так что пока используют по старинке провода и анкету без отпечатков. А вообще, говорят, биометрические паспорта только начало. Дальнейшая перспектива внутреннего паспорта – айди-карта. Продолжение следует...